Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает, Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 15 апреля, день Тита, назван через преподобного отца Тита Чудотворца. Он был преисполнен великой любви к своим ближним, Сохраняя себя чистым и душевно, и телесно, С самого юного возраста, святой Тит был как бы ангелом Божиим на земле. За свою добродетельную жизнь он был удостоен от Бога дара чудотворения. Сияя добродетелями иноческого жития, Святой Тит был непоколебимым столпом православия, Ревностно защищал святую церковь от нападок еретиков иконоборцев. К этому времени заканчивали семейные зерновые запасы, Поэтому ели только хлеб с квасом. В это время следили за ледоходом, который активно происходил на водоемах. Если ледины тонули, то говорили, что год будет непростым. В этот день гоняли ворон, чтобы они не подлетали близко к избам. Существовало поверье, если ворона будет каркать над домом, Это приведет к недостатку провианта, бедный урожай и голод. А вот торговцы называли этот день барыш днем. Старались отметить его, чтобы весь год получать хорошую прибыль. Приметы. Богатый разлив рек – хорошему сынокосу и богатому урожаю. Если сегодня в поле слышен крик перепела, будет богатый урожай хлеба. Если сегодня к югу тянется клин журавлей, год будет неурожайным. Лед тает и тонет на озерах, год будет неурожайным. Лед не ушел с водоема, рыбалка будет неудачной. Вороны играют в вышине к солнечной погоде. Если сегодня голуби воркуют, к теплу. Голуби воркуют. Я вам много рассказывал о чистке печени. Что чистка печени – это одна из самых главных процедур по нормализации работы организма. И чистка печени не заключается только в том, что из нее что-то выйдет. Чистка печени – это такое многогранное явление, которое позволяет нам очистить желудочно-кишечный тракт. Особенно тонкий кишечник, толстый кишечник, ну и естественно печень с желчным пузырем. Обыкновенный человек годам к 40, там проболел в детстве какими-то там заболеваниями, он думает, что да и все, мол, более-менее в порядке. И вот когда здоровье как раз ухудшается, там когда за 40 лет человеку, как-то он, знаете, угасает. Может что-то там появится, там хроническое, может какое-то там осложнение появится. Вот, и он думает, что я вот полечусь от того-то, того-то и все. Практика показывает, что если не нормализовать работу печени, мы даже не будем говорить нормализовать там внутреннюю среду организма, мы еще до нее и не дошли. А первоначально, чтобы нормализовать работу главной железы нашего организма – печени, надо проделать определенную работу, после которой уже появится возможность нормализовать и все остальное. Много я вам об этом рассказывал, все там уперлись, что вот в камни выходят, камни могут такие-такие быть, что это все, это ерунда и прочее, прочее, прочее. И это говорят те люди, которые не чистили, которые не делали, и которые вот чисто теоретически что-то там такое там, у них думают, что такое не может быть. Но те люди, которые это сделали, они поражаются тому количеству грязи и паразитов, которые с них вываливаются во время чистки печени. Иногда даже чистка печени первая не удается, а может быть даже и вторая не удается по той причине, что слизи, грибковой слизи, вообще паразитарной слизи и прочих образований так много в организме, что они не дают возможности сделать эту процедуру нормально. То есть ни масла, ни сок там не проходит. А надо вот именно применить те травки, которые рекомендует Татьяна Боревна, великолепная травница, низкий поклон ей за этот рецепт, которые позволяют пробить дорогу для этой очистительной процедуры. Я сейчас выложу фотки, что мне прислал посетитель канала, который сделал вот такую вот чистку. Вы можете посмотреть сами, что там вышло. Помимо этих всех камушков, что мы увидим, вышло огромное количество слизи, огромное количество всевозможной грязи, огромное количество старой желчи. Далее пошли паразиты, мы тоже их увидим. Паразиты всевозможные, всевозможные какие-то ошметки ненормальные. То есть что-то вроде как полипы выходили. Может быть еще там что-то такое. То есть вот это все богатство вы можете увидеть также во время чистки, если вы не делали и у себя. И самое важное, для чего мы это все делаем? Мы это делаем для того, чтобы стать здоровыми. Чтобы сбросить бремя вот этих вот шлаков, паразитов и угасания организма. Вот для этого видео. Что касается травок, что касается процедуры, все описано, рассказано, разжевано. Вы можете посмотреть самостоятельно.